Как вы понимаете, где баланс между достаточным количеством внутренних проработок и проявлениями плюс действиями в реальность? Как это отслеживать? Я не понимаю, что значит вот именно достаточное количество проработок. Поясню. Вот вся жизнь человека, ну, по крайней мере, вся моя жизнь, она как раз-таки связана с какими-то изменениями. Вот для чего происходят проработки? Проработки происходят в моем понимании, когда меня что-то не удовлетворяет в моей жизни. То есть я понимаю, что качество моей жизни, оно не улучшается, как должно, да, с годами, а оно наоборот, ну, либо на том же уровне, либо ухудшается. Я понимаю, что что-то идет не так, и мне надо что-то в себе изменить. И вот это вот является тем, той причиной, что что-то мне нужно в себе изменить. Отсюда нету такого вот количественного какого-то показателя. Почему? Потому что, опять же, человек, он такой многослойный, и когда мы начинаем что-то в себе копать, этому нет концу края. То есть мы можем копать до бесконечности, потому что на каждом уровне тот же самый процесс, он будет ощущаться по-разному. Это как раз-таки показатель, да, иногда вот комментарий пишет, то есть мне казалось, что я уже там проработала там свою жертву, либо чувство вины, а вот оказывается, что нет. На самом деле это просто под другим углом мы это смотрим. То есть, допустим, мы прорабатываем, что-то у нас не складывается в отношениях, и мы прорабатываем свою зависимость, да, вот этого состояния жертвы в отношениях, но при этом мы не обращаем, что любая наша модель, она распространяется абсолютно на все сферы. То есть она не только на дно. Но у нас фокус внимания в данном случае, например, потому что личная сфера нас интересует. Мы прорабатываем личную сферу, вот этот вопрос, да, жертвенности именно в взаимоотношении с конкретным человеком. Если уйдет этот человек и придет другой человек, да, то это мы опять можем прорабатывать, да, ту же самую жертву, но уже с другим человеком. А теперь представьте, что эта жертва, если она существует как модель поведения, она будет на протяжении всей нашей жизни, она будет периодически высвечиваться, она будет проявляться. В какие-то моменты она будет засыпать, в каких-то моментах она будет более ярко выражена. И эта жертва, она может быть там в профессиональной сфере, например, как она может выражаться. Я не знаю, например, в продаже, да, сложно озвучить свою стоимость, да, стоимость своих услуг. Вот казалось бы, да, какая связь? Здесь, например, мужчина личный жить, а здесь продажи. Но она по-разному отыгрывается, вот это вот ее многогранность. Поэтому сказать, что полностью что-то в себе проработали, ну, мне кажется, нет. Я, опять же таки, я не знаю, я в последнее время все склоняюсь к тому, что, наблюдая за миром, за тем, что происходит, у каждого у нас в голове происходит что-то такое необычное. То есть у каждого настолько своя вселенная, что понять вселенную, которая находится в голове другого человека, иногда бывает нереально. То есть ты говоришь что-то, и тебе кажется, ну, блин, я же понятным языком сказала. А человек это не воспринимает, да. Почему? Потому что вот в его вселенной там такого понятия, о котором ты говоришь, нет, либо оно есть, но оно звучит немножко по-другому. И вот эта вот иллюзия коммуникации, да, я очень часто с этим сталкиваюсь. Поэтому я уже привыкла к такому состоянию, что надо как-то вот все объяснять, пояснять, рассказывать, уточнять, переспрашивать для того, чтобы был хоть какой-то вот базовый, базовая какая-то коммуникация между людьми. Очень часто, особенно вот в роликах, тоже замечаю такие моменты, что люди пишут, что вот я чувствую одиночество в контексте того, что нету людей, которые бы меня поняли, да. То есть нету, не могу найти человека, с которым могла бы разговаривать на одном языке, чтобы он бы меня понимал. Не в контексте отношений, а вообще именно в контексте коммуникации. И вот таких роликов все больше и больше. То есть люди все чаще и чаще стали закрываться в себе. Почему? Потому что именно вот непонимание, как выстраивать коммуникацию, непонимание, как взаимодействовать с другим человеком, как раз и непонимание его мотивов, да, с другой стороны и нежелание войти вот именно в эту позицию, оно приводит к тому, что люди все чаще и чаще замыкаются. Поэтому я всегда говорю, что то, что я говорю, то, что объясняю, не знаю, то, что рассказываю, это исключительно моя позиция. И это не значит, что это правильно, а это значит, что это только моя Вселенная. Вот в моей Вселенной вот так. У кого-то другого может быть 100% по-другому. И это не обязательно, что будет какое-то совпадение. Если произошел контакт, окей. Если нет совпадения, то Вселенные расходятся. Это вот по поводу понимания. Поэтому какой баланс, нету баланса. Вот знаете, я все больше склоняюсь к тому, что все должно быть интуитивно по ощущениям. Вот если вы что-то делаете, и вам хорошо, и вам комфортно. Еще раз скажу, любая работа над собой, она сопровождается очень большими эмоциональными переживаниями. И это забирает много энергии. Вот если вы поработали в какой-то период, что-то в себе поняли, что-то разобрали, старайтесь, исходя из этого, сделать выводы и как следствие применять это на практике. Потому что нет смысла просто что-то там подумать, что-то узнать и при этом не применить на практике. Ну реально. И таких людей очень много, которые знают много всего, но на практике ничего не принимают. И вот у этих людей, у них перегружено ментальное тело энергетическое. Они чувствуют головные боли, они чувствуют груз какой-то, нежелание, вот эту вот апатию. То есть почему? Потому что очень много энергии вот это вот все мыслительные процессы забирают. Плюс ко всему все процессы, которые… Знаете, вот мысль, когда есть какая-то мысль, ее нужно сразу реализовывать, то есть сразу заземлять. Если мы ее не заземляем, она вот висит где-то в пространстве, она ведь никуда не исчезает. Но она требует еды, она требует энергии. Для ее поддержания, то есть мы периодически о ней вспоминаем. А теперь представьте, сколько таких воспоминаний у нас есть в течение дня, и сколько энергии они забирают у нас для поддержания, для существования. Что «А вдруг когда-то я, я не знаю, прочитаю эту книжку, а вдруг когда-то я куплю то, что я хочу?» То есть это все тоже забирает энергию. Поэтому чистка своих мыслей иногда, то есть отказаться. Например, хотите что-то делать, как в интернете, в компьютере. Отложили, да, в закладке что-то, смотрится, там, я не знаю, неделю прошла, нету смысла удаляйте это. Почему? Потому что если это действительно вам нужно, оно обязательно всплывет повторно. Если вам это не нужно, оно просто будет занимать объем в памяти вашего компьютера. Попробуйте очистить свое ментальное, точно так же и эмоциональное. То есть какие-то эмоциональные тела, я имею в виду, какие-то переживания, волнения. Старайтесь, не знаю, не думать, переключаться. Вот иногда я, опять же-таки, наблюдаю за людьми, что пишут. Есть такое, что вот, ну, сложная жизнь. Я понимаю, у каждого, у каждого души, да, свой опыт, своя жизнь, которую он выбирает. Но вот в теории люди понимают, да, что нужно что-то изменить, но при этом не понимают, как менять что-то. Когда ты начинаешь говорить, что начинайте менять с позитивного мышления, то есть не думайте о том, что вам не нравится, а думайте конкретно о том, что вы хотите. То есть и в том, и в другом случае происходят мыслительные какие-то процессы. Только в первом случае мы аккумулируем негатив и, как следствие, сливаем туда энергию и материализуем эти мысли. А во втором случае, в позитивном, да, мы вот через позитивное мышление, мы воссоздаем свое будущее, которое завтра, послезавтра уже наступит. То есть, по сути, является нашим настоящим через какой-то период времени. Вот когда человеку начинаешь говорить, вроде бы, опять же-таки, слова понятны, да, я это понимаю. Но мало кто сядет, да, и начнет отслеживать свои мысли. Сколько раз за день он о чем-то негативном думает. Причем, как говорится, дьявол всегда кроется в мелочах. А это могут быть какие-то мелочи. Там, я не знаю, что-то приготовили на кухне, упала там, не знаю, ложка, вилка, на ногу ударила, больно стало. Какая мысль, да, сразу негативная. Что нужно в этот момент сделать? Надо себя остановить и переключить на позитивное. Там, я не знаю, все, что не делается, делается во благо. Там, мир заботится обо мне. Либо еще что-то. То есть придумывать какие-то позитивные моменты, превращать все в позитив. Для чего это? Для того, чтобы научить свою голову мыслить именно так, как хотите вы. Не так, как вас приучили, либо не так, как вас когда-то показали, что нужно. Опять же-таки, частенько сталкиваюсь с тем, что нас не научили, либо, я не знаю, мы так выросли, либо такое время. Очень много таких выражений. И хочется всегда сказать, что, окей, раньше это было раньше. Вы были маленьким человеком, вы были неосознанным. Сейчас у вас есть право все изменить. Ну, то есть с того момента, как вы что-то услышали, да, с того момента, как вы, я не знаю, вошли во взрослую жизнь, а каждый момент это наша взрослая жизнь, вы имеете право это изменить. Почему мы остаёмся вот в этом пассивном состоянии того, что, ну, меня так приучили, окей, это было раньше, сейчас вы можете изменить. Почему мы продолжаем верить в то, что мы ничего не можем изменить? То есть, вы знаете, вот эта вот вера в то, что, ну, вот так вот сложилось, да, я ничего не могу изменить, она ведь создаёт ответную реакцию от Вселенной, то, что, окей, ты не можешь изменить, значит, мы тебе ничего не будем менять. Это важные вещи, но мы мало об этом задумываемся, опять же таки, потому что всё время куда-то спешим, потому что очень много знаем и мало на практике применяем, ну, и так далее, и так далее.